На набережной нескончаемые колонны людей теряются в сумерках. Над головами керосинные факелы, тускло освещенный бархат знамен и кумач лозунгов. Нева в отражении огней дальнего берега разослала траурные воды у подножия великого города науки, тяжелой индустрии, искусства. Колонны, факелы, знамена движутся от всех районов и застав. Весь день кипели летучие митинги. Ленинградский пролетарий сурово и молча пришел почтить память вождя, строителя города и края, строителя севера. Револьверным выстрелом Сергей Миронович Киров был вырван из горячей работы и пал на ходу, прижимая локтем папку бумаг. Кто сообщники? А вы где работаете? Спала или не спала? Меркнет свет, молчит земля в печали. Падает неслышная звезда. Мы давно молчаньем не встречали синие от снега поезда. 1 декабря 1934 года первый секретарь ленинградского обкома ВКПБ Сергей Миронович Киров должен был выступать на собрании ленинградского партийного актива. В 4 часа дня он вошел в здание через главный вход, поднялся на третий этаж и повернул к своему кабинету, не обратив внимания на человека, который стоял возле стены. Но не успел он пройти и нескольких метров, как сзади раздались выстрелы. Услышав их, все участники совещания выбежали в коридор и увидели страшную картину. Киров лежал возле двери приемной, его голова была повернута на бок, фуражка отлетела. Киров был недвижим. Недалеко от двери на спине лежал еще один человек, ноги которого были вытянуты, а руки раскинуты в стороны. Правый он держал пистолет. Одни из сбежавшихся на выстрел бросились к Кирову, а другие к убийце, который, как выяснилось, пытался покончить жизнь самоубийством, но волей случая остался жив. Человека, стрелявшего в Кирова, сразу же опознали, так как многие знали его в лицо. Ведь он еще совсем недавно работал в аппарате ленинградского обкома. Из кармана убийцы вытащили партийный билет, в котором значилось, что его обладатель Николаев Леонид Васильевич. Год вступления в партию 1924-й. О случившемся в Смольном сейчас же сообщили в ЦК партии. И на следующий день утром в Ленинград приехали Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов и Егода. Сталин лично допрашивал убийцу и пообещал оставить его в живых, если он сообщит имена тех, кто ему помогал. В ответ на это тот еще ниже опустил голову и сказал, простите, сообщников не было, я один. Вместе с делегатами Нарвского района мы долго ждем в одной из комнат дворца. Сидим на партах. Здесь писатели, артисты, молодые инженеры Путиловского завода, старый кузнец в очках, спаянных оловом, работница в вязаном платке, молодой рабочий с костляво-худым лицом, академики, профессоры, ученые, известные всему миру. Это все почетный караул товарища Кирова. Нас строят по четыре человека. Впереди пограничник указывает путь к гробу. Идем через пустую комнату, где в раскрытые окна врывается ветер. Входим в зал, залитый светом. Между огромных колонн спадают шелковые, красно-черные полотнища знамен. Лилово-голубоватый свет Юпитеров. Высоко стоящий гроб, слегка приподнятый в изголовье, покрыт розами. В изголовье белые цветы, чтобы отчетливее было видно лицо почившего большевика. В 1920 году Самара еще не вполне оправилась от недавних потрясений. И даже не начала зализывать раны. Но жизнь постепенно входила в свое русло. На рынках снова торговали сеном и дровами. В театре ставили новые революционные пьесы. А губчака ловила бандитов, которые не стеснялись даже днем выходить на большую дорогу в надежде поживиться чужим добром. Тогда же, в 1920-м, в Самару приехал 16-летний Леонид Николаев. До этого никогда не видевший жизни провинциального города. И теперь с любопытством вглядывавшийся в лица самарцев, которые шли по этим улицам по своим делам. Ну, надо же, думал он, странно живут эти люди. На дворе мировая революция, а они пьют чай с баранками. Читая, он представлял себя Наполеоном, способным перевернуть мир. Но в жизни все оказывалось иначе. И ему, спящему и видящему себя вершащим судьбы мира, фатально не везло. Нигде он не задерживался подолгу. Отовсюду его увольняли месяц или два спустя. Время шло. Обиды накапливались. А выхода не было. Ни шороха и ни стука. Убийца дрожит слегка. Потливая, как гадюка, в карман заползла рука. Убийца на карауле. Он гибель с собой привел. Головка змины и пули глядит в вороненый ствол. Не слышно гадючьего свиста, за грохотом выстрела. И окончена жизнь коммуниста от яда гремучей змеи. Мы встанем одновременно, как вечный и тягостный сон. Опустятся наши знамена. Сто тысяч багровых знамен. Сто тысяч в боях запыленных. Над гробом опустятся вновь. Сегодня на этих знаменах товарища Кирова кровь. Убийца за выстрелом этим. Ты гибель свою карауль. На каждую пулю ответим не пулей, а тысячью пуль. Победою нашей огромной, кипящей от крови жары. И каждую новую домной, турбинами для ангары. Спи, Киров, мы будем твоими бойцами на веки веков. Нести твое славное имя дорогою большевиков. В Самаре Николаев тоже устроился на работу и тоже неудачно. Увольнение не заставило себя ждать. Не последнюю роль в этом сыграл его склочный и неуживчивый характер. Из-за алкоголизма отца Николаев страдал приступами острой депрессии. Поэтому с мечтой о том, чтобы начать жизнь в Заволжском провинциальном городе и стать здесь большим человеком, тоже вскоре пришлось расстаться. В 25-м Николаев оказался в Лужском укоме комсомола. Там же в Луге он встретил женщину, которая станет матерью его детей, Мильду Петровну Драуле. В Ленинград молодожены вернулись уже с маленьким сынишкой. Но и став отцом, Николаев очень мало изменился. Все так же ссорился, хлопал дверью, переходил из одной организации в другую. А после увольнения из Института истории партии оказался на иждивении жены. Так что ко всем обидам добавилось еще и оскорбленное самолюбие. Но, несмотря ни на что, он продолжал верить в справедливость и забрасывал письмами ответственных руководителей. За 10 дней до убийства он написал письмо лично Кирову. Товарищ Киров, обратиться к вам меня заставило крайне тяжелое положение, в котором я оказался. Семь месяцев я сижу без работы, затравленный за критику. Никто не хочет понять, как мне тяжело. Я еще раз прошу помочь мне, потому что готов на все. У меня больше нет сил терпеть. Я не враг. Становимся на помосте каждый рядом с караульным танкистом. Человеком в черной коже, в черном ребристом шлеме. Громкими сильными звуками оркестра наполнен длинный высокий зал. Это не траурный митинг. Траур там, в тусклой щели заката, над ледяными водами Невы. В этих звуках мощь и гнев. Сквозь лиловатую пелену света бесшумно по коврам проходят колонны из глубины зала и мгроба. В раскрытую на ночную улицу дверь, откуда холодный ветер колышет знамена. Идут, не останавливаясь, глядят в лицо. Глядят жадно, чтобы на всю жизнь запечатлеть черты. Киров лежит среди роз. Большой лоб его перерезан тремя морщинами. Каштановые хорошие волосы откинуты. Короткий, сильный нос за большими ноздрями, жадно вбиравшими воздух жизни. Рот гордо сложен, углы его опущены. Воротник Френча врезан в сильную шею. Таким он лежит перед ленинским пролетариатом. Как будто бы для того, чтобы после смерти огромной значительностью своего каменного лица еще раз вселить в сердца мужество и священный гнев. Стою рядом с танкистом в черной коже. Он неподвижен. В его глазах молодая сила. Винтовку он держит штыком вверх. Штык, смазанный маслом, остер, тверд и предостерегающий. Уже через несколько часов после убийства было официально заявлено, что Киров стал жертвой заговорщиков, врагов СССР. А президиум принял постановление о внесении изменений в уголовно-процессуальные кодексы союзных республик, согласно которым следственным властям предписывалось в кратчайшие сроки осуществлять следствие по делам лиц, обвиняемых в террористических актах. А судебным органам предписывалось приводить приговоры в исполнение немедленно. Еще до того, как урна с прахом Кирова была помещена в Кремлевской стене на Красной площади, против Николаева и нескольких его знакомых были возбуждены уголовные дела по обвинению в участии в подпольной Зиновьевской организации, возглавляемой Ленинградским центром. А 28 и 29 декабря 1934 года в Ленинграде состоялась выездная сессия военной коллегии Верховного суда, которая рассмотрела дело Николаева и 13 его сообщников. Все они были приговорены к смертной казни. Жену Николаева вначале приговорили к исключению из партии, а вскоре расстреляли. Подверглись репрессиям и другие его родственники – мать, брат, родственники жены и даже соседка. Всего к расстрелу были приговорены 17 человек, к тюремному заключению свыше 50 и около 30 человек к ссылке. Но на этом репрессии не закончились, и совсем скоро так называемый Кировский поток сосланных из Ленинграда стал многотысячным. Что же стало причиной убийства Кирова, совершенного Леонидом Николаевым? По Ленинграду долго ходили упорные слухи о том, что Киров имел связь с женой Николаева, Мильдой Драули, и это убийство было совершено на почве ревности. Однако, как стало известно позже, из рассекреченного дневника убийцы, таким образом он решил отомстить за свое увольнение из Института Истории Партии, после которого стал безработным. Сам убийца сравнивал себя с убийцей Александра Второго и говорил о том, что так он решил войти в историю героем. Игра хочет ненависть прямая, сила наша ясная, за ней матери проходят, подымая на руки молчащих сыновей. Мы сейчас, как никогда, едины и сильны, нас победить нельзя. Мы стоим, как правда, брови сдвинув, старые и верные друзья. Перед нами будущий, огромный мир лежит. Пощады нет врагам, горестный, наполовину черный, двигается поезд по снегам. С вами был Михаил Перепелкин.